Добрый день, Евгений. Добрый день. Добрый день. Сегодня прошли дебаты между Отцом и Вэнсом. Даже не буду спрашивать, кто, по вашему мнению, победил, кто нет, потому что есть разное мнение. Но, насколько я понимаю, вы не любите левых. И вы ждете, так сказать... Левых я не люблю, как и правых. Я либертарианец, и моя шкала — это степень свободы людей, а не традиционные ценности, либо социальное государство. То есть мне эта шкала не близко. Мне близкая шкала — это тоталитаризм или свобода. То есть из повестки левых традиционные все гей-ценности, гей-браки, мультигендерность. Я не вижу в этом вообще ничего страшного. Люди могут называть себя как угодно, быть квадроберами и так далее. И в чем угодно ходить. То есть в этом вообще нет никаких проблем. Но мой дом, моя крепость, большие налоги — это зло, государство — это зло. И опять-таки ты можешь на свою землю, в свой дом никогда никого не пускать. И не должен ни с кем делиться, если это твое. Частично это из правой повестки. Поэтому мы либертарианцы, мы устроены просто по-другому. Мы за свободу. Ну вот я тогда прошу, знаете, вот если выходить из украинской двери, потому что украинский контекст нас волнует. И нас очень волнуют оба кандидата. Понимаете? Да, они всех волнуют абсолютно. Да. И мы понимаем, что если победит Харрис, что нас волнует в этой ситуации, мы помним, что Байден и демократы были достаточно нерешительны все эти годы. Если бы это оружие, которое мы получаем даже сейчас, мы получили в 2022-м, Путина, ну война бы, наверное, завершилась уже, понимаете. С другой стороны... Нет, не понимаю, не согласен с этим. С чем именно не согласны? Если бы все оружие, которое запрашивает Украину, получили в 2022-м, то, вероятно, были бы 30-километровые зоны отчужденности после тактического ядерного оружия, которое бы Россия использовала. Вероятно. Они не могут сдать назад. Он не может проиграть, они не могут сдать назад. И весь мир в это абсолютно поверил. Крым они не отдадут ни при каких. А вероятно, если было бы много оружия, линия войны была бы гораздо ближе к российской границе. Может быть, даже проходила на тех территориях, которые были 8 лет под российской оккупацией. Это я вполне себе допускаю. Но давать Крым никто не собирается. И жители Крыма привыкли в России. В общем-то, из них доброе. Треть, если не 40%, очень хотела. А в Россию приблизительно еще какая-то часть была приблизительно пассивная. Я не хотела вообще независимости, если по первым запросам реальным смотреть расчеты. Поэтому не факт, чтобы закончилось. Но в Украине не было бы такого количества жертв, такого количества разрушений, такого количества беженцев, такого тяжелой ситуации в экономике и большей зависимости экономической от западных стран, безусловно, не было бы. Я думаю, с этим сложно спорить. А все, что вы говорите, наверное, отчасти действительно так. Но тут же есть нюансы, Евгений. Смотрите, вы говорите о том, что он применил бы тактическое ядерное оружие. Мог. Он об этом и говорит все время. И там члены его команды говорят. Но это совсем не факт. Они говорили, что не применят тактическое ядерное оружие, если война будет на территории России. Но зашли наши войска в Курскую область, и никто ничего не применил. Они же понимают, что даже тактическое ядерное оружие – это начало апокалипсиса и конца. Никто из этих миллиардеров, Путин в том числе, не собирается вообще на кладбище, как мне кажется. Миллиардерам никто не спрашивает. В России уже давно, кроме условно-саратенбергов, мне кажется, их никто не спрашивает. Вопрос лежит в другой плоскости. Получится выручка за нефть и газ и прочее, если будет применено это оружие или нет. И мне кажется, это единственный шанс, что этой выручки станет критически мало за недра. Это единственное, мне кажется, что Путина на самом деле останутся. А не все, что остальное другое. Ну и потом в случае с Насролой говорит о том, что бункер иногда не помогает, если принят решение. Понимаете? Путина лучше бункер. Ну, туда не добьет. Они своей безопасности позаботились очень давно и очень основательно. На это точно не стоит уповать. Точно не стоит уповать. Давайте не будем себя обманывать. Скорее всего, Путин умрет своей смертью. И не скоро. Решение конфликта, решение войны лежит в исключительно размере выручки за нефтегаз и прочие ископаемые, которых в России много и которые стоят очень дорого. Ну вот смотрите, если завершить вопрос, мы сейчас поговорим о нефтегазе. И, конечно, я согласна с вами, что если бы уронили цены на нефть, то все бы очень быстро произошло, потому что события перед развалом Советского Союза нам как бы ярко иллюстрируют, как это происходит. Абсолютно. Ну вот я хотела просто закончить с кандидатами американскими, с кандидатами на роль президента в США. Трамп тоже другая головная боль. Трамп решительный, Трамп жесткий, Трамп достаточно предприимчивый. Но то, что говорит он и Венс относительно Украины, нас тоже тревожит, потому что... Я понимаю. Вероятно, я... Более того, я думаю, что и Путина тревожит, потому что условия перемирия или прекращения конфликта, они будут для обеих стран неприемлемыми. Вот. Но я думаю, что степень шантажа, которую они могут применить, она не применялась до сих пор, и качество шантажа. Поэтому все, понятно, находятся в тревоге, так как он изначально из бизнеса и привык бизнес-вопросы решать. Давайте посмотрим на его 4 года правления и что произошло в американской экономике за это время. Дедушка справился. То, что касается своей стороны, вообще нельзя сказать, что он не справился. И шанс сейчас непонятный. Где-то конторы, которые занимаются беттингом, если сюда сейчас поставить 20 за Трампа фунтов, то в случае его победы, по-моему, ты получаешь 21, что-то такое. А если поставить 20 на Камалу Харрис, то, по-моему, 22, что-то такое. Ну вот там соус-соу, там 50 на 50 все время. Очень близко, да, сейчас. Было не все время, сейчас опять очень близко. Харрис чуть-чуть впереди, но это статистическая погрешность, которая убирается за несколько явких фразов. Если ничего экстраординарного не произойдет, то они, собственно говоря, с этими результатами и войдут в финальные этапы. Посмотрим, как там будет во время выборов. Думаю, что нет. Думаю, что еще что-то произойдет. Может быть. Я не исключаю этого, потому что сейчас оба штаба думают над тем, чтобы такое сделать. Вы же знаете, что такое американские политехнологии? Они, наверное, лучшие... Хвост виляет собакой. Хвост виляет собакой, так и есть. Ну, наблюдаем за событиями. А вот по поводу нефти все-таки. Я хотела с вами еще сегодня поговорить о Ближнем Востоке, потому что там очень важно. И, кстати, вопросы с нефтью связаны. Я вот тут сейчас опять считаю, за экономист, прогнозы некоторых экономистов, что, дескать, возможно, сейчас упадут цены на нефть. Теоретически, как это... Почему? Если Иран будет в войне, если Иран будет в войне, то, наоборот, это тревожный фактор. Который может цену, мне кажется, двигать вверх. Опять-таки... За счет чего? Давайте объясним зрителям. Ну, в Иране много нефти. Иран весь санкционирован с 79-го года, с момента захвата посольства. Как только пришел Ксир. Я думаю, что руководство стражей исламской революции сейчас переместило себя в такой риск, в котором с 79-го года они никогда не пребывали. Израильская разведка работает феноменально, как мы видели. Абсолютно. Запредельно феноменально. Недосягаемо. И их блуждание по этому свету, руководство Ксир, я имею в виду, это исключительно просто вопрос времени теперь. Они точно не простят и точно рано или поздно всех отправят на тот свет. Вы знаете, феноменальность Израиля состоит еще в следующем, что меня лично восхищает в них очень сильно. Они никогда... Когда речь шла об их государственности или об их безопасности, даже если их партнеры были против, ну, например, операции в секторе газа или сейчас вот этой схватке с Ливаном, ну, вот они не были в восторге от этого, да, они все равно принимали это решение. Они все равно принимали решение, так же, как они его принимали. Они близкие, конечно. Это как вопрос, когда 10 лет уже вам и вашим коллегам про близость или не близость Украины, Израиль по духу близкий к штатам. Ну, вот просто по отношению к людям, отношению к бизнесу, отношению. То есть они несут цивилизацию. А Украина, которая уже с катакового раунда не может победить коррупцию, а коррупция – это большой очень цивилизационный барьер, который очень мешает западным политикам, европейским и американским протянуть гораздо больше рук Украине. А Израиль в целом – это очень близкая демократия, сутиво близкая. Поэтому все, что государство вокруг, они не близкие по духу. Вот в этом все дело. И чем ближе и быстрее Украина примет лучшие западные ценности, тем на большую помощь можно будет рассчитывать. Ну, например, соседи Молдовы, вот скоро у них будет референдум, менять или не менять конституцию, чтобы можно было вступить в ЕС. Я надеюсь, что они проголосуют за и свое движение аккуратно из-под империи на Запад продолжат. Ну, мы же тоже в постоянном контакте с ЕС, и вы знаете, что этот процесс сейчас активизировался. Просто вы же человек близкий к экономике, а вы понимаете, что коррупция – это неизбежный, так сказать, спутник всех сырьевых экономик. Нужно заходить в ситуацию модерна экономического, и тогда можно будет легко бороться с коррупцией. Норвегия – сырьевая экономика, там практически нет коррупции. Нет, это тяжелое наследие, тяжелое имперское наследие. Норвегия – сырьевая экономика. Деньги складывают, стараются не заниматься. Даже, грубо говоря, находящиеся по коррупционному рейтингу где-то в середине, не в самой красной зоне, Эмираты перешли с сырьевой на инновационную именно потому, что у них работал нормальный суд, арбитраж нормальный работал, по-честному, плюс-минус. Безусловно, там много коррупции, и высокой, и низкой, но они гребут в сторону английского права уже 1974 года. И это позволяет им иметь и поддержку, и репутацию, и инвестиции. Ну, когда-нибудь мы, может быть, с вами посвятим отдельно вообще этому вопросу, как такие передовые страны боролись с коррупцией, за счет чего. Но сейчас я все-таки хотела бы тему Ближнего Востока с вами еще закончить, но обсудить, потому что там же эскалация расширяется. Чем, с вашей точки зрения, экономически, политически это может грозить, ну, скажем так, всему Ближнему Востоку, миру и так далее. Хотя вот я вам сейчас прочитаю, один из известных израильских экспертов военных говорит, что ситуация на Ближнем Востоке говорит о том, что зло нужно искоренять вовремя, пока оно не набрало силу. Иран и Россия тому пример. Ведь можно было пресечь в зародыши, однако проявили озабоченность и возвышенную гуманность. Поэтому вот сейчас они имеют то, что имеют. И, в принципе, он прав. Мне кажется, что вот зло нужно пересекать прямо с самого начала. Как бы негуманно это кому-то не казалось. Ну, смотрите, после неудач во Вьетнамской войне затевать еще одну войну в 79-м году они не решились тогда. Насколько мое знание истории. Там как раз Америка переживала ПТСР после фактического проигрыша во Вьетнаме. И затевать еще большую военную авантюру, когда реально молодежь все больше и больше примыкала к исламской революции. И это было в новинку. Никто не просчитывал, к чему это приведет и так далее. Воевать с этим особо не решились. Обложились санкциями. Ну, вот 45 лет санкции четко доказывает о том, что страна становится автономным, сама может сделать фактически ядерное оружие, свою ядерную программу, будучи абсолютно санкционированной и закрытой от всего мира. Как оно сейчас будет, я, честно говоря, не знаю. И вот кроме того, что нынешнее руководство, руководство политическое и духовное, они на этом свете вряд ли надолго задержатся после вчерашнего дня. Ну да, Израиль настроен, знаете, четко, я прямо цитирую, надо снести импорты, терминалы. Должно быть просто, не просто больно, а очень больно, чтобы они просто сдохли от болевого шока. И вот прямо сейчас они настроены так решить эту проблему, потому что, как это говорят, зло, которое не покарано, оно все равно потом возвращается с тройкратной силой, на самом деле. Надеюсь, фабрика шахедов тоже входит в список, потому что огромное количество, миллионы украинцев будут спать спокойнее, если эта фабрика будет выведена из строя. Однозначно это так. История с Навальным, она получила свое завершение. Мы много раз после смерти Алексея Навального задавали в эфирах вопрос, почему никто не говорит о том, какие результаты вскрытия, почему никто не говорит о расследовании, что сказал расследование о смерти Навального. И вот буквально там несколько дней назад инсайдер дал свое расследование, сказал, что у них есть документы, которые свидетельствуют об уничтоженном первом протоколе, о том, что все симптомы за полчаса до смерти Алексея указывают на острое отравление. Не было никогда сомнений, об этом говорил Евгений Альбатс, по-моему, поздней весной. И ровно этими же словами, ровно об этих же симптомах. То есть эта информация была, у инсайдера, видимо, не знаю, они больше дошли к доказательной базе, но все нормальные люди, говорящие на русском языке и вовлеченные симпатии, относившиеся к Алексею Навальному и вовлеченные в деятельности в БК, все до единого знали, почему и приблизительно как он был убит. Что за вещество, мы не знаем. То, что он убит по приказу Путина, чтобы не менять и вывести его из повестки и уравнения по обмену, безусловно так. И вывести его из повестки, чтобы не было боготворения вокруг лидера. И как вы видите, лидера нет, в российской оппозиции нет. Лидеры есть яркие фигуры, лидера, такого, который бы всескользляет, однозначно такой фигуры на данный момент не откристаллизовалась еще. Ну вот как раз, что происходит после того, как Навальный ушел. Есть разные мнения на эту тему, вы знаете, но так или иначе, количество скандалов все равно зашкаливает. Количество скандалов, связанных с БК, вот этот Невзлингейт и многое-многое другое. Я обратила внимание, что Юлия Навальная не участвует, не высказывается. Молодец. Да, она недавно на днях получила премию очередную, но публично она не сказала ни слова, ни по поводу нападения на Волкова, ни по поводу обвинения. Почему она судила нападение на Волкова в жесткой форме? Когда оно было, но она же не сказала по Невзлину ни слова, когда вот это расследование было представлено, насколько я понимаю. Я не слышала, по крайней мере. Будет очень логично, если она скажет, если будет решение суда, одного из европейских уважаемых судов. Вопрос такой. Смотрите, с двух сторон уважаемые люди. С одной стороны, Ходорковский, у которого тоже есть своя политическая биография, которому есть доверие и прочее. С другой стороны, Певчих, Христо Грузев, журналист, который в колоссальной репутации, которому тоже все доверяют, в Украине ему доверяют, и мы часто его приглашаем в эфир. Вот как вы оцениваете то, что произошло? Как вы оцениваете? Да, я понял. Михаил Борисович не участник стороны, он не сторона в этом конфликте, он в стороне от этого конфликта. То, что у меня... Это ваше личное мнение? Это вы? Это мое личное мнение. Я уточняю, потому что девчонки... У Марии другое мнение. И во всем, что они рассказали и сделали, к сожалению, достаточно серьезные доводы. И это невозможно не дисконтировать, не аннулировать то, что они говорят. Но упоминание многократное, упоминание Михаила Борисовича, безусловно, я бы сказал так, они не справились с инстинктом политической борьбы. И зачем его подтягивать туда, где... И она потом сама в конце говорит, у нас нет доказательств, но пока не. Финансируйте, не участвуйте в проектах Михаила Борисовича. Вот это выглядит единственное, что во всей этой истории крайне некрасиво. Это выглядит как политическая борьба, когда речь идет о тяжелом преступлении против личности. Уголовном. Вот и... А вы сказали, что поддержал или не поддержал? А это красиво выглядит? Кто поддержал? Ну, ФБК же составила список тех, кто якобы поддержал Ходорковского, в этом конфликте? И что делать? Я поддержал, да. Я поддержал, безусловно. Я считаю, что оно должно быть расследовано. И я выражаю абсолютную поддержку и солидарность Волкову, так как я его знаю лично, и тем, как Ивану Жданову. Хотя, понятно, он не так чудовищно пострадал. То есть, наверное, не было ущерба такого, как у него. Там нет переломов. Но, опять-таки, это нападение – чистая уголовка. Это не... И то, что произошло с женой Максима Мировича – это уголовка. И те, кто участвовал, заказывал, передавал заказы, организовывал, должны обязательно, обязательно пристать перед судом и сесть, по моему личному мнению. Единственное, в чём я уверен, что Ходорковский к этому отношения не имел. Несмотря на то, что его близкий друг и товарищ Нездлины, они с ним много прошли и съели много соли вместе, политически они просто не понимали друг друга абсолютно после начала войны. Невзлин говорил о том, что Россия должна распасться на куски, вообще такой стране не должно быть и так далее. То есть он ультра-жёсткую такую позицию очень близку, наверное, к, не знаю, украинским националистам. Вот у него была позиция вот такая. Это абсолютно не мешало нам общаться, потому что у меня есть... Не нужно изучить. А позиция Ходорковского, Россия в своих границах, парламентская республика, мощное именно государство, то есть здесь мы не совпадаем, потому что я считаю, что мощные должны быть люди и бизнесмены, он про мощное государство. И они просто по политике даже не могли общаться. То есть они смотрели в разные стороны два с половиной года абсолютно. И у них были разные, абсолютно разные политические задачи. Если Михаил Борисович искал союза СовБК, искал союза. И фотография, где он выражает Юлию, хоть и чуть позже, соболезнования, она облетела весь мир и так далее. То есть... И когда был сбор политзаключённым, и вела Мария Певчих на дожде, один из включений у них был Ходорковский лайф, он был частью марафона. И так далее. То есть, если там, грубо говоря, там был поиск союза, то у Леонида Невзлина была такая абсолютно непримиримая, жёсткая позиция. Он на меня, ну, я бы не сказал это, наехал. Но высказал своё явное недовольство с тем, что я в суде поддержал снятие санкций с Авида и Фридмана. И, кстати, государство Латвии, которое процент ВВП отдаёт на Украину, оно тоже поддержало снятие санкций с Авида. Например. И так далее. То есть, тут достаточно всё переплетено. Евгений, вы скажите, что разность этих позиций политических не может служить как бы аргументом, что один... А вечером сели и заказали Волкова, но это... Ну, точно нет. Сколько угодно разными людьми, но это как бы не аргумент, что этот способен на криминал, а этот не способен. Понимаете? Понимаю. Понимаю. Потому что вот за этим столом, где я сижу, у Михаила Борисовича был много раз. А Татьяна, у него работало 4 года. Я имел большое тоже отношение к открытой России. Мы знаем лично друг друга там 11 лет. Он крёстный отец нашего ребёнка. И перед тем, как мы предложили и решились на это, именно моральные качества были далеко не последние, почему мы как семья захотели и предложили ему это. Я думаю, что он, Михаил Борисович Ходорковский, на такое пойти не может и не мог, так как, во-первых, это противоречит реально... Может быть, он был гораздо более резким и дерзким до тюрьмы. Тюрьма... 10 лет российской тюрьмы меняет человека. И он вышел с моральной точки зрения 100% прямо лучшей версии себя. Вы считаете, что может на это пойти, да? А я не знаю его, хорошо. Я с ним общался в несколько раз. Я был на несколько раз на обеде с ним общался. У меня есть переписка, она не дико большая. В какой-то момент, я буду предельно честен, когда русских стали выгонять изо всех банков, я попытался помочь и поспособствовать тому, чтобы он открыл банковский счет и так далее, так как у него возникла эта проблема. Тотальная проблема. Потому что у меня не было никаких вводных, почему я не могу это сделать. Я абсолютно не жалею. Если в следующий раз ко мне обратится человек, про который я не знаю ничего плохого, я также постараюсь, безусловно, помочь. Давайте дождемся... Я не думаю, что расследование будет длительным. Давайте его дождемся. Но уже идёт, да. Да, но идёт очень активно. Я очень надеюсь, что Леонид Невлин будет открытым участвовать и кооперироваться с ним, чтобы была как можно быстрее у нас ясность. Поскольку вы человек, который, вы либертарианец, и, конечно же, всё, что связано с социальными платформами, искусственным интеллектом и так далее, вам это всё интересно, конечно, тут интересно мне с вами обсудить судьбу Дурова, потому что как-то всё там вдруг внезапно начало совпадать. Сначала его гражданская жена, насколько я понимаю, появилась вот эта Ирина Болгар, которая предъявила ему публично какие-то, я не знаю, претензии. Начала его вот там вчера читала, она уже просто открыто шантажирует, что на Netflix удаст книгу какую-то, какие-то там... Она начала публиковать в своём Инстаграме странные фотографии, странные видео, из которых ничего не следует вообще, да. Она намекает на особое какое-то там психическое состояние Дурова. Мы видим, что последовали и проблемы его, ну, такие социальные, да. Он уже заявил вроде бы, что он будет сотрудничать с французским правосудием, он же с ним сотрудничает и всё остальное. Мы знаем позицию Маска и позицию Цукерберга по отношению Павла Дурова. Как вы считаете, когда-то, ещё совсем недавно, и я тоже говорила о том, что корпорации победят, и государство будет постепенно утрачивать своё значение. Имеется в виду информационные корпорации, ну, потому что у них информация, у них данные, у них всё. Оказалось, всё не совсем так просто. Цукерберг вот в Конгрессе отвечает на вопросы и никак не может уклониться от этого. Вот история с Дуровым тоже такова. Что будет дальше, как вы считаете? Мерзкие государства всегда пытаются гением взять под контроль. Потому что и всегда хотят под контроль взять большое влияние на общество. Безусловно, будут выдумывать любые налоги и поводы, любые законы, чтобы взять под контроль, или отобрать, или разгромить, или принизить влияние на общество. Так как государство решает по своей сути, что право на насилие, одурачивание и правила, и придумывание правил только у них. То, что, ну, если, когда расходятся люди состоятельные, особенно в русскоговорящем сегменте, это всегда куча грязи и дерьма вываливается в соцсети. Это у нас такая традиция. Обычно, зачастую, женщины, не получив бабок, начинают шантажировать и пускают в под все, детей, репутацию, все что угодно, чтобы получить бабки. А почему у русских именно такая традиция, как вы считаете? В западных странах такое случается? Случается, случается, да. Здесь все разводы в британских судах, они все многие годы, и всегда здесь уже знают, что русские экс-жены всегда врут в судах, практически всегда ждут, когда они. Вот, и, естественно, ты мне должен, как я говорю, закаты, ты мне должен рассвет, у тебя спрятаны миллиарды, отдай мне все и ключи от жопы. Это всегда так, это традиция. Но она же заявила, что она считает, что половина телеграммы принадлежит ей. Конечно, конечно. Какое она имеет отношение к телеграммам, мне очень понятно. Такое же отношение, как Бакальчук, имеет отношение к Малдберрис. Я имею в виду Бакальчук, изначальный носитель фамилии. Вот. Такое же отношение, как моя бывшая жена, 4 года со мной судившаяся в английском суде, имела отношение к евросети. Она тоже заявила, что она создала это вместе со мной. Вот. Они все одинаковые. В этом вопросе абсолютно. Под копирку. Ну, я думаю, у меня есть один из вариантов, существует же такое в нормальных цивилизованных странах, так сказать, такой нюанс, как, я не знаю, соглашение брачное. Да, существует. Но английский суд, чтобы покормить свою систему, если брачный контракт далек от применяемой практики, то есть если он далек от 30-70, например, даже, и 5-95, то, ну, а спариваемые, они с удовольствием строят огромный трайл, чтобы ты потратила миллионы на адвокатов, и подкормил их систему, сделал ее интереснее, лучше. И прессу, и систему все это все подкормил. Ну, то есть, по вашим прогнозам, в ближайшие годы, потому что мы видим, что Китай успешно построил цифровой концлагерь, успешно его достраивает по тому же принципу или калу России. Куча камер везде, повсюду везде, так сказать, цифровая слежка, и с вытекающими всеми отсюда обстоятельствами, торговля личными данными наглая, без всяких тормозов и многое другое. Как вы считаете, в ближайшие годы не одолеют, я не знаю, умники, не одолеют корпорации, государства? Западные страны будут свободнее, цивилизованные страны Востока, как Эмираты, тоже будут свободнее. Все, для кого Эмираты ролевая модель, они будут свободнее гораздо. Кто смотрит на Эмираты и хочет так же. Вероятно, вот и житие Дурова и многих других IT, крипто и социально-сетевых гениев именно Эмираты, потому что в итоге в стране с мягким шариатом оказалось свободнее, чем в западных демократиях, где фротерните, галите и либерте вынесены на флаг. Ну да, это, кстати, отдельный феномен, который еще можно было бы обсудить и исследовать. Но как вы считаете, там же, конечно, Павел гениальный совершенно маркетолог и гениальный носитель идей, как это можно устроить, торговать, продавать. Но есть Николай Дуров, который, собственно, был создателем программы. Я не знаю, как у них в тандеме, и был ли это тандем, или как это точно работало, но факт тот, что эта команда крутая, и им ничего не мешает работать сейчас. Я абсолютно уверен, что это испытание, которое там... Ну, если ты не можешь прикидать территорию Франции, напомню, что Франция — это большая классная страна, где ты можешь жить, работать, наслаждаться, путешествовать, иногда отмечаться в ментовке, иметь классных адвокатов и защищаться. Франция не та страна, которая будет тебя там сажать и обязательно захочет тебя посадить. Здесь я выиграл спор с одним моим другом, который сказал, что я его на десятку закрою. Я сказал, выпустят завтра. Поэтому давайте так. Он ничего не потеряет, они всех обхитрят. Свой список Форбса не на этой козетке, а на другой въедет. Вот, все. Я в него абсолютно верю. Я, собственно, про Николая хотела у вас спросить только одно. Как вы считаете? Я не знаю ничего про него. Я просто не знал об этом человеке. Я не знал, прочитал, впечатлился. Это классно. Я хотела спросить только, все-таки попробую еще в третий раз. Как вы считаете, теоретически ФСБ сможет его, он же живет в Санкт-Петербурге, использовать как фактор давления, скажем так? Ну, захотела бы использовать, использовала бы уже. Ну, мы же не знаем, насколько захотела или нет. Мы не знаем. Ну, насколько, если Телеграм сначала запретили, а потом разрешили, значит, некий компромисс в общении они нашли. Ну, и в финале, может быть, знаете, мы же любим одна из самых, так сказать, интересных тем в мировом искусстве – это цена свободы. Вот спрошу про Сергея Шнурова у вас, который в очередной раз разводится, и который, ну, я так понимаю, ну, вот последний его брак это было, ну, почему, собственно говоря, ну, Матильды нет. А вы знаете этот, кстати, трек «Гнойного ты повесишься на шнуре», который он сделал, когда Шнуров развелся? Не знаете? Нет. А вы послушайте, я вам советую очень, ну, как бы, это интересно. Он там, он излагает, почему, собственно говоря, это со Шнуровым. Он, как бы, предвещает все, что произошло с Сергеем Шнуровым, его согласие с системой, его работа на РТВА, его, так сказать, ну, он стал совсем другим человеком. Ну, собственно говоря, с одной стороны деньги, с другой свобода. Не так уж легко это выбирать, как это принято думать, там, людьми с литературным мышлением. Или все же легко, как вы считаете? Ну, знаете, Сергей Шнуров, безусловно, талантливый музыкант. Проблемы, я считаю, абсолютно у него две. Первая проблема, ну, так как мы знакомы, какое-то время близко общались, я в целом отношусь к нему в базе, в базе неплохо. Но проблема одна – жадность, да, когда у них все перло, там, он накупил недвижимостью в Питере. И это определенная золотая цепь, да, из-за которой он опасается быть таким смелым, как когда у него были только одни штаны, и те грязные. И вторая, ну, в какой-то момент он жестко перебухал, и в непьющем, грубо говоря, состоянии, мне кажется, он, ну, так, условно, сам не свой, да, а депрессивные и прочие эмоциональные перепады, в целом, когда мы последний раз общались, он не был веселым человеком. Вот, мне кажется, вот эти два фактора, два фактора… Уже шла война? Нет, вот эти два фактора, они, мне кажется, подорвали, очень сильно подорвали творческую составляющую его. Вот, потому что все, что последнее мне, честно говоря, не нравится, вот, хотя там у меня какой-то был наезд, но он был дико неталантливый. И так далее. А, когда я Ксении сообщал, все, что я думаю по поводу ее выдвижения в 2018 году, якобы кандидаты в якобы президенты, якобы России. Вот, поэтому, ну… У вас, кстати, с Ксенией давно уже такая, ну, есть целая история. У нас ничего шесть лет. И нет, и быть не может, потому что она… Я не разобрался в человеке, и, к сожалению, и приятельствовал с ней какое-то время. Длительное достаточно. Ну, понимаете, все, что угодно Собчак, но, конечно, она не дура. Нет, не дура. Как она себя представляет? Ведь понятно, что все тоталитарные режимы когда-нибудь заканчиваются. Она же представляет себе свою жизнь как-то пролонгированную, да? Она же там строит какую-то свою корзиру. Неужели она не понимает, что ее и Богомолова… Он, кстати, еще, по-моему, отвратительнее, чем она. Вот просто что-то в нем такое есть. Нет, там игра была равна, мне кажется. Как они себя представляют, как из этого дерьма потом можно будет выползти вообще? Как вы объясните, это дерьмо? Когда-нибудь уже все это закончится? Да, у них нет этого… У них нет, а им не пахнет. В этом все дело. Это то, чего я изначально не понял. Реально все равно. То есть это… Ну, покаяться, и все. Ну, вот такое было время. Удивительно. Я всегда была на светлой стороне. Вот видите, я даже с Яшином встречалась. Вот, скажет Ксения Собчак. На голубом глазу. Вот, и все. Спасибо большое. До нее еще Кац вступит, он ее любит почему-то. Чужая душа потемки, но не знаю. Ну, знаете, всем известно, кто хоть раз был в сельском туалете, таком уличном, что если вы туда заходите, а потом выходите, от вас все равно некоторое время пахнет, если вы там были даже полторы секунды, понимаете? Поэтому, когда ты долго находишься в таком дерьме, вряд ли ты сможешь потом отмыться и сказать, что «А я даже с Яшином встречалась». Ну, тут… Я не знаю, я не буду прогнозировать. Как вы уже сказали, у нее с интеллектом-то проблем никаких нет. Выкрутиться. Спасибо большое, Евгений. Отдельно спасибо вам за поддержку Украины. Спасибо большое. Я хочу сказать, 10-го числа, 11-го уже нет места, 10-го числа наш ужин на Кипре. И все подробности в моем инстаграме, тот самый Чичваркин, он будет феноменально классный, большой, интересный, веселый. В общем, ждем вас на Кипре. Все как может прийти, да, приходите, потому что поддержка, я так понимаю, Украины в том числе, для нас это очень… Основные деньги идут в Центр нефрологии идеализа киевский на расходные материалы и на химию. Еще какие-то будут, видимо, дополнительные деньги сейчас пойдут на какие-то расходники. Спасибо вам, Жень. Огромное спасибо и до встречи. До свидания. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok